Совсем скоро состоится премьера фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. В Москве состоялся закрытый показ картины. Режиссеры и члены съемочной команды проекта, в числе которых и дагестанец, продюсер фильма Ибрагим Магомедов, представили гостям новую работу и поделились историей зарождения отечественного блокбастера. На месте событий побывала и наш корреспондент Кистаман Рамазанова. Ей слово. Вот она, святая святых, красная ковровая дорожка. Правда, она сегодня не красная и не ковровая, но буквально через несколько мгновений по ней пройдут исполнители главных ролей фильма «Миллиард». Среди них Александр Бортич, Григорий Калинин, Гела Месхи, Марина Петренко, ну и главный среди главных Владимир Машков. Герой Владимира Машкова – влиятельный банкир, который в один день потерял все свои деньги. По сюжету фильма ему предстоит вернуть себе состояние, но сначала потребуется вернуть доверие пятерых детей. Наверное, здесь я научился выдержке. Это еще часть характера, которая мне была необходима и в моей жизни. И вот она, я здесь ее воспитывал. А почему именно здесь вы научились выдержке? Что случилось такого, что вы? Вы знаете, когда обнаруживается, что у тебя большое количество разных детей, очень талантливых, сообразительных, у которых есть свои мечты и задачи, приходится собирать выдержку в кулак, чтобы не подвести молодое поколение. Крутой фильм, классный. Всем надо пойти посмотреть. Будет весело, задорно, необычно. И Машков, и Ченарев, и я, мы все. Будет очень круто. Про химзащиту не буду рассказать, чтобы без спойлеров было. Для режиссера фильма Романа Прыгунова – это шестая кинокартина. Широкую известность ему принесла экранизация культовых бестселлеров «Духлес» и «Духлес-2». Это такая смесь комедии с крутыми фильмами про ограбление банков. То есть для любителей боевиков сойдет, для тех, кто хочет просто посмеяться, тоже сойдет. То есть можно идти и большими компаниями, с друзьями. Среди продюсеров фильма хорошо известны нам Бенкей Анисимов и Ибрагим Магомедов. Те самые махачкалинские бродяги, которые своим юмором завоевали любовь множества телезрителей, а теперь покоряют и вершины российского кинематографа. Начнем с того, что идею придумали к этому фильму я и Станислав Берестовой, и он тоже с махачкалинских бродяг. Позже мы его показали Золотареву, и он написал сценарий. Вот как оно было. А для кого это кино? Это семейное кино. Это семейное кино. Это кино для всех. Ну, плюс 12 написано, но и дети можно. Я своего младшего сына привел сюда. Жанр фильма заявлен как комедийный боевик. То есть в фильме будут и шутки, и спецэффекты. Все, что нужно для увлекательного киносеанса. Буквально через несколько мгновений закроются двери кинозала, и зрители погрузятся в историю о вечных ценностях, пускай снятую как экшен. Кистаман Рамазанова, Юнус Гитихмаев. Специально для ННТ-ТВ.